В городе продолжается ремонт улично-дорожной сети, в том числе улицы Раскольникова в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». К вопросам безопасности. В первый день лета пожарные выезжали на улицу Сидельникова. Горел один из гаражей. Предварительная причина – детская шалость. Кроме того, за неделю зафиксировано несколько крупных возгораний травы. Возникших из-за короткого замыкания, сорванных сильным ветром, электропроводов. К сожалению, вчера Сарапол пополнил печальную статистику несчастных случаев на воде. Чего-то июня по 3-х часов дня поступила информация о том, что в реке Камы, в районе Южного порта, на подростках, организованы были приспособлены подвозные работы тела, найдено, извлечено из воды. В тот же день у нас обнаружено тело мужчины, молодого человека, который у нас в прошлую субботу. За минувшую неделю с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 33 человека – 8 из укушенных дети. Всего же в этом году в городе зарегистрировано 249 пострадавших от укусов опасных кровососущих, из которых 65 – несовершеннолетние. По результатам исследований, процент зараженности клещей энцефалитом и боррелиозом в Сараполе выше, чем в Среднем по Удмуртии. На клещей энцефалит исследовано 160 лет. 8 из укушенных, результат составляет почти 5% зараженности. Сарапол готовится встретить свой очередной день рождения. Праздничные мероприятия охватят все главные городские площадки и будут проходить 4 дня – 9, 10, 11 и 12 июня. 10 июня – день города. Открывается большим массовым представлением на стадионе «Сокол» в 11 часов. Я прошу всех коллег оповестить об этом своей коллективе. Приглашаем всех на стадион «Сокол». Идет подготовка. Практически три недели мы готовимся. В мероприятиях задействовано около двух тысяч человек. Фестивали, театрализованные экскурсии, музейные мероприятия, концерты, флайборд-шоу «Летающие люди», которое состоится 10 июня в районе набережной Каммы. Следите за новостями и знакомьтесь с афишами.